Друзья, мы начинаем. Я передаю слово все на экране, вы уже все знаете. Я передаю слово Олегу Василькову, продюсеру компании Arvizio. Он вам все объяснит. Итак, друзья, еще раз добрый день. Немножко, наверное, необычный формат для нас, хотя, конечно, виртуальная реальность уже вошла в нашу повседневную жизнь, но не стала еще настолько популярным, доступным и полезным инструментом. И мы вот несколько лет назад, соприкоснувшись с этой технологией, как раз поставили себе задачу все-таки не заниматься играми и развлечениями, а искать какие-то полезные практические применения технологии VR. Для того, чтобы массовая аудитория могла самостоятельно вместе с нами или даже лучше нас делать проекты с использованием VR. Для этой цели мы создали платформу, на основании которой как раз и можно любой пользователь, профессионал в той или иной области может создавать собственные проекты. Примерами таких проектов как раз и является вот эта презентация, которую я сейчас провожу. Но наибольший акцент с использованием этой платформы мы делаем на проекты в сфере туризма. Почему? Потому что VR как технология в каких-то сферах деятельности, либо есть такие сферы, где без виртуальной реальности, либо сложно, либо дорого, либо даже невозможно что-то воспроизвести и воссоздать. В частности, утраченную архитектуру, нереализованные проекты, мир под микроскопом, понимание того, что виртуальное пространство имеет такой же размер, как и окружающий нас физический мир, предметы в нем тоже выглядят примерно так же. И основываясь вот на этих принципах, мы как раз и стали развивать свои собственные проекты. Но прежде чем мы приступили к полному освоению всех возможностей VR и VR технологий, мы изучили вопрос всестороннее. И для этого создали небольшой документальный фильм, короткометражный, который называется «История виртуальной реальности». Сейчас как раз я начну с этого фильма, а потом продолжу свою презентацию. Вот это. Это. Или вот это. Надеюсь, что не последнее. Скорее всего, вы представляете себе что-то вроде вот этого. Но так было не всегда. Давайте я побуду вашим доком Брауном, и вместе мы отправимся вперед в прошлое, чтобы посмотреть, откуда взялась виртуальная реальность и как она развивалась. Ни слова. Док! 1962 год. Американский инженер и кинорежиссер Мартин Хеллик создает первый-единственный в своем роде виртуальный симулятор. Сенсорам. Это была одноместная кабинка, в которой транслировался короткий фильм, снятый от первого лица. При этом вы не просто смотрели на картинку. Сенсорама воздействовала на все ваши чувства одновременно. Например, если вы катались на мотоцикле, то сидение вибрировало, воздух дул вам в лицо, а автомобилисты норовили подрезать и обидно называли хрустиками. В общем, полный эффект присутствия. Пустя всего шесть лет, в 1968 году, американский ученый Айван Сазерленд создал устройство, которое более или менее напоминало современный VR-шлем. Еще больше, правда, оно напоминало гигантскую механическую клешню из автомата с мягкими игрушками. Только, ну, с людьми. Эту суровую конструкцию назвали Дамоклов-меч. Несмотря на устрашающие габариты и название, для 1968 года оно было крайне прогрессивно. Особенно учитывая, что тогда один компьютер мог занять целый этаж. Или даже целое здание. Устройство могло отображать простейшие геометрические формы, а также отслеживать перемещение пользователя в пространстве, благодаря расположенным на потолке магнитным датчикам. Но существовавшие на тот момент технологические ограничения замедлили развитие VR. Так что нам придется отправиться больше, чем на 10 лет в будущее, чтобы увидеть хоть что-нибудь новое. Восьмидесятые. Эпоху дурацких причесок, лунной походки и пакмана. В 80-х над устройствами виртуальной реальности работала группа ученых во главе с Джейреном Лайниром. Именно Лайнир ввел в обиход термин виртуальная реальность. Его компания, VPL Research, выпустила в 1989 году костюм для виртуальной реальности The Data Suit. Он состоял из, собственно, костюма, с датчиками, которые могли отслеживать положение рук и ног, перчатки контроллера DataGlove и шлема, который назывался, внимание, The iPhone. Он, кстати, использовался в моем любимом фильме детства – «Газонокосильщики». «Пятый проект включен». «Выбор». «Виртуальная реальность – не иллюзия, а целый новый мир. Четвертое измерение». «Ты это сделал!» Именно работа VPL Research привела к расцвету VR в первой половине 90-х. Тогда виртуальная реальность показалась привлекательной сразу двум гигантам игровой индустрии – Sega и Nintendo. И те, и другие решили немножечко хайпануть на популярности VR и сделать свои устройства виртуальной реальности. Если вы по какой-то причине пропустили 90-е, мы напомним вам, как выглядела графика на консолях того времени. Компании Sega удалось сделать рабочую аркадную версию своего шлема Sega VR, но вот домашняя версия так и не увидела свет. Оказалось, что ее использование вызывает приступы головной боли и тошноты. Представители компании заявили, что виртуальная реальность очень правдоподобна, и поэтому люди просто не готовы погрузиться в этот правдоподобный реалистичный мир. При этом выглядел он вот так. Нинтендо же удалось выпустить свой Virtual Boy в 1994 году. Virtual Boy. See it now in 3D. Но, строго говоря, его нельзя отнести к VR. Скорее, это был маленький индивидуальный экран для двухмерных игр. Выглядело это довольно-таки странно. Выглядит высокая цена, маленький список доступных игр и неудобства использования привело консоль к неизбежному, как стыд после новогоднего корпоратива, провалу. Дерьмо! Эти неудачи не могли не повлиять на рынок виртуальной реальности. Устройства продолжали выпускать, но они были интересны скорее отдельным энтузиастом, а не массовому пользователю. Наступил закат виртуальной реальности. А теперь давайте прокатимся, скажем, лет на пять вперед и посмотрим, есть ли там что-то интересное. Нет, здесь ничего. Давайте еще на пять. Нет, тут тоже ничего. Давайте дальше. О, стоп! Вот он, 2010 год. Когда оказалось, что вся надежда уже потеряна, появился он. Палмер Лаки. Большой любитель виртуальной реальности и недоволен с существовавшими на тот момент устройствами, 18-летний Лаки собрал в гаражев своих родителей первый прототип шлема, который получит потом название Oculus Rift. Несмотря на его кустарное происхождение, Oculus очень впечатлил Джона Кармака, отца всех шутеров и основателя ID Software. А также большого энтузиаста виртуальной реальности. Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда. Кармак помог Лаки запустить компанию на Кикстартере. Сбор денег прошел очень успешно. И в 2013 году вышла DK1. Первая версия шлема для разработчиков, которая стала разлетаться как горячие высокотехнологичные пирожки. Спустя всего год, Facebook купила компанию Лаки за 2 миллиарда долларов, сделав тем самым Лаки одним из самых молодых миллиардеров в мире. Успех Rift'а вновь направил прожектор общественного внимания на виртуальную реальность, так что в гонку за сладкие виртуальные денежки пустилась Valve. Это просто я, Гейб Ньюэл. Гейб Ньюэл и его компания в партнерстве с HTC выпустили шлем Vive. То есть они были готовы включиться в любую движуху, лишь бы не заниматься самым главным. Sony тоже решили не отставать и выпустили свой PlayStation VR для использования с PlayStation 4. И все это, конечно, замечательно, но у всех этих устройств есть один большой недостаток – отсутствие мобильности. Вам обязательно нужно находиться в непосредственной близости от PC или консоли, чтобы пользоваться вашим шлемом. Но ведь будущее уже наступило! Подумали в Google и в 2014 году сделали Google Cardboard – картонный VR-девайс, в который можно вставить свой смартфон. Несмотря на некоторую абсурдность идеи, картонка стала пользоваться большой популярностью и серьезно повысила интерес к мобильному VR. Так что довольно скоро корейский гигант Samsung договорились с Oculus и сделали Gear VR. Кроме того, в 2017 году появилась целая линейка устройств от таких компаний, как Asus, Acer, Lenovo и другие, заточенных под Windows Mixed Reality. Ну вот мы и вернулись назад в будущее. Давайте подведем итоги. Устройства виртуальной реальности проделали огромный путь от аналоговой сенсорамы до высокотехнологичного Oculus Rift и мобильного Gear VR. Первый расцвет VR пришелся на начало 90-х, однако развитие технологий не позволило тогда создать продукт, который смог бы завоевать свое место на рынке. Понадобилось больше 15 лет, чтобы индустрия получила свой второй шанс. Ее спасителем стал Palmer Lucky, который так удачно познакомился с Джоном Карлоком. Благодаря инвестициям крупных корпораций, типа Google и Facebook, в индустрии появилось много денег. Интерес публики вели как никогда, а технологии позволяют создавать по-настоящему иммерсивный контент. Будущее виртуальной реальности еще никогда не выглядело так оптимистично. Дороги, там, куда мы едем, они нам не нужны. Итак, друзья, вот за эти короткие 10 минут мы как раз рассказали о том, какой путь проделала виртуальная реальность, начиная с 1962 года. Но мы сейчас в 2020, мы здесь, и я вот пока стоял, думал, какие же вот сейчас применения реальные мы уже реализовали в VR. Я уже говорил о том, что утраченная нереализованная архитектура, которую мы показываем на наших экскурсиях, экскурсии идут в Москве, Питере, Суздале, в Италии, в археологическом парке Помпеи, в Баку. Фактически мы создаем какие-то альтернативные города и целые территории, и таким образом создаем цифровое культурное наследие, виртуальной реальности. Один из проектов «Мир под микроскопом», над которым мы работаем, инструменты для туристической индустрии в плане культурно-познавательного, археологического туризма, виртуальные галереи и выставки. И вот сейчас я, перед тем, как перейти к показу фильма, который мы специально... Вообще по мотивам экскурсий мы создаем еще и фильмы в формате VR. На сегодняшний день их четыре, некоторые были показаны на международных фестивалях и отмечались там в шорт-листах. Один из таких фильмов я как раз покажу сегодня, а перед этим вот покажу вам несколько сюжетов, ну просто несколько примеров о том, вот что можно и как можно сделать в виртуальной реальности. Вот сейчас у вас загружена на очки некая сцена московских улиц. Если вы в Москве и Москву хорошо знаете, вы, возможно, и сумеете определить то место, где вы сейчас находитесь. Если сразу вы не догадались, я вам подскажу. Это улица Ильинка на пересечении с Ипатьевским переулком. Перед вами скверик. И, возможно, многие не подозревают, что этот сквер является достопримечательным местом. Я вам сейчас покажу, почему это так. Именно в этом месте, вот если вы сейчас посмотрите в очки, вы увидите очень необычное сооружение. Это яркий пример архитектуры московского барокко. Реставрация церкви Никола Большой Крест. Достаточно сложная работа, над которой мы занимались несколько месяцев, исследовали, и вот сейчас это фактически первый показ этого объекта. Давайте пройдем немного дальше к китай-городскому проезду. Многие люди задают вопрос, а где же это мы, и почему мы не можем выйти на китай-городский проезд и не увидеть политехнический музей? Да потому что здесь оказалась стена Китай-города и Ильинские ворота. Ну и, как вы знаете, да, вот по традиции над всеми въездными воротами на башнях крепостей размещались иконы. Вот здесь тоже на Ильинских воротах есть иконы, и молодые люди уже под иконой назначили свидание. Если вы посмотрите влево, там вдалеке будет Детский мир, Владимирская башня, вправо так называемая многогранная башня. Но это пример, когда мы можем использовать современный ландшафт. То есть это альтернативная архитектура с использованием современного ландшафта. Конечно, задача наших художников, наших специалистов по компьютерной графике создать виртуальный мир настолько реальным, чтобы вы не сумели его отличить от мира физического. И, конечно, когда наши зрители, наши посетители теряются в том, где же они в итоге оказались и в чем состоит разница между реальным и виртуальным миром, конечно, это достаточно высокая оценка нашей работы. Теперь есть ситуации, когда, конечно, совместить реальное изображение, реальный ландшафт и виртуальный не получается, потому что реальный ландшафт абсолютно отличается от ландшафта исторического. Вот мы стоим с вами под парящим мостом в Заряде. Дело в том, что в Москве внутри Китай-города было четыре основные улицы. Никольская, Ильинка, Варварка. И вот через Заряде проходил Никола-Могринский переулок. Так вот, вы стоите сейчас в том месте, как раз где Никола-Могринский пересекался с Псковским переулком. Но на территории Заряде сейчас сохранился только один объект. Это церковь Ситуаны, что в углу. И вот нам пришлось Заряде фактически смоделировать полностью вот в исторической точности. Вот так выглядел этот переулок в конце 30-х годов 20-го века. Ну и еще маленький сюжет. Мы стоим около Спасской башни. Получилось так, что точка съемки на предварительных работах оказалась строгана телевизовым рвом. И зритель в итоге висит над водой. То есть это белокаменный Кремль. Примерно конец 16-го, начало 17-го века. Но вот вам надо быть осторожными, чтобы не упасть куда-то вниз. Именно поэтому как раз мы не фиксируем VR-девайсы на голове. Потому что если человеку становится дискомфортным, он должен быстро успеть убрать устройство от лица. Но давайте теперь перейдем чуть-чуть ближе к началу нашего фильма и переместимся, собственно, на Парящий мост. Наверное, были, да, и неоднократно на Парящий мосту. Но, по крайней мере, очень многие москвичи хотя бы один раз его посетили. Итак, перед вами зарядье. Но если, конечно, показывать какие-то исторические объекты, которые были или могли быть на территории парка, конечно, нам вот эти пилоны моста сильно мешали. Поэтому мы сейчас вас перемещаем на некую виртуальную смотровую площадку. Соответственно, на этой площадке нет ни входа, ни выхода. И можно сказать, что мы вас там поймали. Вы теперь, пока не посмотрите до конца наш фильм «Зарядье вера в прошлое», конечно, с этой площадки уйти не сможете. Я сейчас попрошу вас одеть наушники, потому что фильм будет, естественно, сопровождаться авторской музыкой, текстом и так далее. Ну и после того, как вы будете готовы, я запущу просмотр. Я надеюсь, вам хватит терпения примерно 9 минут выдержать виртуальной реальности. Если будет дискомфорт с громкостью, поднимайте руку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . 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 Спасибо. , чтобы на следующую презентацию вы пришли со своим оборудованием, а я бы вам просто раздал тот контент, который мы к тому моменту создадим. А вот та платформа, которую мы создали, я надеюсь, будет тем инструментом, при помощи которой вы будете делать проекты не только с нами, но и лучше нас. Спасибо. 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 Спасибо большое, Олег. Друзья, у нас программа продолжается, и, кстати, про VR речь пойдет и через 20 минут буквально. Следующая наша сессия – это TED Talk, на которой…